У Льва Толстого даже вот есть работа, первая ступень, он говорит, что вот первая ступень выхода из матрицы по Толстому, это как раз переход на новое питание, переход на питание, которое не связано с разрушением организма. Вы понимаете, есть такое понятие, ну вот, видовое питание, да, то есть у каждого есть аппетит на что-то. Ну вот, возникает ли у вас какой-то, значит, пищеварительный позыв, когда вы видите курицу, пробегающую мимо? Ну, наверное, вряд ли, да? А вот когда вы видите яблочко, когда вы видите сливу, грушу, то есть вот видовое питание наше, это то, что неужели вы думаете, что Бог нас сотворил с ножом, с газовой плитой и со сковородкой? Нет, Бог нам создал всё то, что нам нужно, вот, в нашем видовом питании, и мы, к сожалению, этого не понимаем. И отсюда у нас масса проблем. И вот система питания очень серьёзно влияет на микрофлору организма, кислотность организма. И это вот единственный главный выход из матрицы. Значит, посмотрите, 80% всех болезней имеют паразитарную природу. Проблема в том, что мы паразитов в своём теле, значит, размещаем, когда неправильно питаемся. Нельзя есть пищу, которая закисляет наш организм. А закисляет практически всё, кроме овощей и фруктов. Мясная, молочная пища – это всё закисление нашего организма. И в результате возникают патогенные бактерии. Они меняют гормональный фон и перехватывают управление нашим организмом. То есть мозги меняются, а не только как бы физиология. Вот я вам скажу, что я достаточно поздно получил ту информацию, которую с вами делюсь. Но я вам скажу так, что 20 лет назад я весил там 95 килограммов, а сейчас я вешу 75. И к 70 годам я, в общем-то, начал чувствовать себя гораздо лучше. Потому что тогда я к врачам приходил, они мне говорили, ну что вы, уже возраст там, так сказать. Оказывается, такие мощные резервы в нашем организме. Сейчас вам пока, конечно, об этом думать рано, как бы. Но важно понимать это именно в вашем возрасте, чтобы потом не раскаиваться в том, что произошло уже с вами. И нам, конечно, целенаправленно навязывают неправильную систему питания, неправильную систему ценностей. И это и СМИ, и вот фармацевтические, пищевые, медицина. Вот это все запускается ради заработка. И вот Неумывакин, такой очень известный человек, он космонавтов наших, работал с нашими космонавтами всегда. Я с ним тоже знаком. Вот, и посмотрите, это, я считаю, один из лучших врачей. У него клиника Неумывакина есть. Вот его цитата просто. Бойтесь попасть в руки врачей не потому, что они плохие, а потому, что они находятся в плену собственных заблуждений, в матрице находятся. К сожалению, здоровый человек медицине не нужен. Медицине нужно как можно больше больных. Больной – это обеспечение работой громадной индустрии здравоохранения, медицинской, фармацевтической промышленности, то есть рынка, который живет за счет больных. Потому что, еще раз я вам говорил, деньги делаются на пороках. В действительности, вот изменение питания – это не просто вот, ну, такое воздействие только на организм собственный, потому что люди совершенно меняют себя, если они переходят на адекватное здоровое питание. Ну, Лев Толстой пропагандирует в чистом виде вегетарианство. Кто-то говорит, что что-то там не хватает. Я вот вам, если на вегетарианстве быть, это не так. Вегетарианство позволяет абсолютно полноценно питаться на все 100%. Я вам на следующем слайде это покажу. Но вот пока хотел вам сказать о Несмеянове, это такой гениальный наш ученый, так он о чем говорит? Мы говорим, вот, у нас народу много, будет пищи не хватать. Да пищи не хватает почему? Потому что мы ее многократно перерабатываем. Все, что есть на земле, это солнце, солнечная энергия. Солнечную энергию мы не умеем потреблять, хотя, знаете, есть солнцееды. Мы говорим овощам, ну-ка вы соберите это солнышко, а потом мы вас съедим. Овощи собрали эту солнечную энергию, вот. А после этого нам опять лень. Мы приглашаем баранчика и говорим, ну-ка ты съешь вот это все, а когда ты съешь, то мы тебя тогда и употребим в пищу. Ну, понимаете, когда теленок или баран съедает растительную пищу, то у него до 90% уходит в навоз. Вот в чем проблема-то. А только потом частичка что-то остается. Но когда вы потребляете этот чуждый нам животный белок, то тогда у вас тоже это ничего не понимает. Ну, не может же белок барана быть встроен в белок человека. Вам нужно этот белок вначале разорвать на составные части, на аминокислоты, которые содержатся в растительной пище. У баранка ничего не может появиться, кроме того, чего он ест, да? Вот. Так мы усугубляем процесс. А вообще для того, чтобы все человечество прокормить, достаточно по энергетическому балансу, вот не смея, ногой, достаточно тех кормов, которые идут для крупного рогатого скота. Вот если бы мы не скот содержали, а сами бы питались вот этой здоровой растительной пищей, то только этого было бы достаточно, чтобы прокормить все человечество. Вот видите, КПД. Там я посчитал, что из миллиона калорий солнечной энергии на выходе остается только одна калория. Все остальное уходит в навоз в процессе этой переработки. Ну вот, пожалуйста, следующий слайд. Это как раз тоже вот кто интересуется серьезно, вы эту фамилию запомните, в интернете это все подробно сейчас расписано. Я вот чем вам завидую, что раньше такую информацию получить было невозможно. Сейчас набираете Уголев Александр Михайлович, и там все подробно расписано. Уголев как раз в 58-м году сделал уникальное научное открытие такой громадной значимости, что он номинировался даже на Нобелевскую премию. А, собственно, суть-то открытия к чему сводится? А он говорит, что человеку от Бога даровано как бы две системы питания. Можно питаться так, а можно питаться по-другому. Первая система питания – то, к чему мы привыкли. Мы потребляем все подряд. И мясную пищу, и молочную, и растительную. И у нас развивается так называемая патогенная микрофлора. Потому что патогенная микрофлора живет на вот этом животном белке и в кислой среде. А вот эти все продукты, они закисляют организм. Появляется вот тот паразит, которого, помните, в фильме «Матрица» вытащили в конце-то? Я почему вам это слайд? Это как раз исчезновение паразитов. Помните слайд? 80% болезней, они порождаются паразитами, сидящими в нашем теле, из-за того, что мы создаем кислотную среду нашего организма. Поэтому он доказал, что две системы питания. Первая, когда у нас патогенная микрофлора, она зашлаковывает организм, закисляет его, порождает разного роста болезненные процессы. А вторая система питания? А вторая система питания, когда мы себя не кормим. Мы кормим только ту микрофлору, которая есть в нашем кишечнике. В нашем кишечнике, в зависимости от габаритов человека, от 3 до 4 килограммов может быть микрофлоры, которая формирует все, в том числе наши желания, наши мысли и прочее. Так вот, если вырастить вот эту микрофлору правильную, не патогенную, а здоровую микрофлору, которую Бог нас наделил, в общем-то, и она, когда ее уничтожают уже окончательно, она забивается в аппендикс. Аппендикс – это не просто там ненужная вещь, это банк хранения вот этой полезной микрофлоры. Так вот, когда полезная микрофлора доминирует, они воюют между собой, не на жизнь, а на смерть. Вы возьмите кефир, там, прочитайте, содержит полезные бифидобактерии, которые угнетают патогенную микрофлору. Действительно так. Вот, идет война все время, не на кто кого. А кто выиграет? А выиграет тот, кого вы подкармливаете. Если вы подкармливаете патогенную микрофлору, она побеждать будет. Если вы подкармливаете полезную микрофлору, будет побеждать она. Полезная микрофлора отличается тем, что она выделяет только то, что нужно вашему организму. У нее нет никаких вредных выделений, зашлаковывающих, закисляющих и разрушающих ваш организм. То есть, ее продуктами жизнедеятельности выделяется только то, что нужно вам для развития. Эта микрофлора выделяет и незаменимые аминокислоты, как говорят, ничего подобного. Микрофлора их воспроизводит. Она воспроизводит все, что вам нужно. Но только в том случае, если она у вас хорошо живет. То есть, вторая система питания, как говорит Уголев, это когда вы себя не кормите вообще. Вы только кормите микрофлору свою. А эта микрофлора уже кормит вас. Сама кормит. Потому что она вырабатывает все, что вам нужно. Ну и вот еще немножко я хотел коснуться и такой темы даже как спорт тоже, чтобы вы понимали, что одно дело физическая культура, физическое телесное развитие. Вы должны знать, что вот, как говорят, рука – это вынесенный мозг человека. Если вы тренируете руки, мелкую моторику, разрабатываете возможности, скажем, левой рукой делать так же, как и правой, делать одновременно левое одно, правое другое, это развитие мозга. Мозг развивается через мелкую моторику и физические упражнения. Это Ленцгов прежде всего очень серьезно исследовал влияние. Значит, если вот у вас будут семьи, будут дети, вы знаете, хотите иметь здорового, умного, талантливого ребенка, начинайте с физических упражнений. Вот что в основе ума, таланта и так далее. Так вот, Ленцгов, он, вы знаете, его именем назван университет физической культуры, спорта и здоровья. Он говорит, счастлив тот, кто не знает запаха вина, табака, карт, всевозможных развращающих развлечений и спорта. То есть, к сожалению, даже он, именем которого назван университет физической культуры, понимал, что спорт, когда развивается одна группа мышц, он в конечном счете калечит человека. И вы знаете, что большинство спортсменов таких профессиональных, это люди, страдающие потом от этих достижений. Хотел бы еще обратить ваше внимание на то, что самый мощный, целительный, если угодно, значит, такой эффект можно получить от простой элементарной воды. Это я вам тоже говорю из собственного опыта. Я изучал этот вопрос вот и в буддистском центре в одном, и с сирийцами работал по этому поводу. Вот. И технология одна. Два литра воды в день. Вот хотите пройти когда-то потом такую процедуру очищения? Вода, 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 вода. Но ни в коем случае ни чай, ни кофе, ни компот. То есть, для... у нас же как? Мы состоим с вами по преимуществу из воды там, да? В разном возрасте там разный процент, но он до 80%. Так вот, чтобы заменить воду внутриклеточную и воду в межклеточном пространстве, нужна вода. Но вода чистая H2O. Из чая вы ни одной капли воды, которая пойдет на пополнение потом в кровь или в клетку, не получите. Вы вот эту воду, которая будет вас оздоравливать, можете получить только из чистой родниковой воды. Вот это очень важно. Ну и с водой учитесь разговаривать. Вот Масару Эмото, у меня с ним было две встречи, японец. Ну, может быть, вы слышали об этом, что вода очень все запоминает. Вода может и слова запоминать, и музыку. И вот если она музыку одну послушала, она замерзнет звездочкой. Если она послушала рок, то у нее будет абракадабра какая-то при замерзании. Поэтому вода, и учитесь с ней разговаривать тоже. Вот с водичкой можно чего-то, ну, как говорил, нашептал на воду. Поговорите с ней, скажите, что вы от нее хотите, а потом выпейте. И она будет персонально для вас вот такое очень серьезное, хитрое лекарство. Спасибо.